Всем привет! Несколько слов о том, почему я ношу шляпы. Первое. Я с самого детства любила шляпы и всегда из толпы замечала тех, кто одевал шляпы. И, наконец, когда у меня появилась эта возможность, я стала заказывать шляпы. Почему именно я ношу именно шляпы? Конкретно для меня шляпа – это способ быть в некоем домике. То есть, с одной стороны, шляпа меня выделяет из толпы, а с другой стороны, она меня закрывает. У меня часто бывает такое желание укутаться, закрыться, поэтому шляпа создает некую загадочность. И в то же время, в зависимости от того, какая модель шляпы на мне, она задает мне некий характер. Ну, например, сейчас на мне шляпа – цилиндр. И как бы в такой шляпе, сами понимаете, ну, вести себя как-то очень грубо или выражаться какими-то странными сленговыми словами, но просто будет несочетаемо. То есть, шляпа, она задает некий тон. И мне это нравится. И вообще, я люблю шляпы. Хоть они дорого стоят, мне не жалко на них потратить деньги, но у меня не так много шляп. Я себе, в общем-то, делала пару раз подарок в виде шляпы на свой день рождения. Также я считаю, что шляпы – это искусство, потому что, ну, не так много шляпных салонов, которые готовы изготавливать под вас конкретную шляпу. В общем, я считаю это произведением искусства, как и, наверное, какое-нибудь ювелирное украшение, изготовленное индивидуально, да, или каким-то ограниченным экземпляром, ограниченными партиями. Поэтому я, скорее, здесь сочетаю в себе несколько факторов. То есть, я ценю труд ремесленников, и я стараюсь на себе их продвигать. То есть, например, каждый раз, когда я одеваю шляпы, я постоянно получаю комментарии, и люди у меня спрашивают, кто это делает и как это делает. То есть, таким образом я приношу какую-то пользу, на мой взгляд, уникальным мастерам, которые трудятся для того, чтобы необычные люди носили шляпы. Ну и вообще, это, знаете, отдельная культура, она на какой-то момент угасла, а сейчас она снова набирает обороты. То есть, люди стали испытывать потребность в том, чтобы носить шляпы. И еще один момент. У меня есть подруга, которая, на мой взгляд, в общем-то, одевается, ну, стандартно. Она живет не в России. И однажды она мне сказала, что она то ли для фотосессии, то ли для чего, одела шляпу, и у нее были интересные ощущения. Она подумала, а почему бы не завести в своем гардеробе шляпу? То есть, многие люди просто по своим каким-то привычкам, они в одежде повторяют, ну, стандартные вот эти варианты образов, которые диктуют нам, я считаю, торговые центры и всякие блогеры. Не всегда это интересно. А, допустим, шляпа, она может вас индивидуализировать. Ведь моделей шляп полно, цветов полно, и настоящая шляпа не может производиться в неограниченном количестве. То есть, как правило, шляпы дизайнерские, кастомные, как и ювелирные изделия, как и кастомные ножи и так далее, они не могут производиться в больших партиях. И, соответственно, этот факт дает мне полагать, что вполне возможно, что кому-то из вас это тоже может быть интересно, полезно, может подойти и дать новые ощущения самого себя. То есть, это терапевтический эффект. Ну, и если меня смотрят шляпники, возможно, я смогу отрекламировать ваши изделия. Мне кажется, у меня хорошо получается, потому что даже вот эти шляпы, которые у меня есть, они постоянно вызывают интерес на производителей. У меня постоянно спрашивают контакты производителей. Хорошего дня!